Все идет совершенно не по плану, но уже очень хочется закончить со второй сертификацией PLPI, поэтому мы с вами беремся за 110.2. Железо у меня накапливается, накапливается, я потом вывалю его порцией. Вся тема 110 у нас посвящена безопасности, и 110.2 они назвали основной настройкой безопасности хоста. Хотя мне кажется, до основной настройки безопасности нужно еще очень много шагов сделать, но мы с вами идем по их программе, поэтому ее и будем придерживаться. В дальнейшем я какое-нибудь свое видео запишу по основам безопасности Linux из практики. Значит, тут опять же у меня перевод того, что они от нас хотят, чтобы мы изучили с вами теневые пароли, а мы их с вами уже изучили, и зачем-то у нас будет повторно очень коротенький, и разобрались с тем, какие сетевые службы запущены, и как их выключать. Вот этим тоже займемся. Принцип работы паролей и механизм теневых паролей мы с вами уже рассматривали в теме 107.1. Я просто напомню то, что у нас есть с вами файл etc password, он у нас доступен для чтения всем, поэтому я смог его открыть без прав суперпользователя. Здесь у нас есть наши пользователи, параметры, которые к ним относятся, мы это все уже изучали. Напомню просто то, что второе поле это пароль, там где у нас x указан, это пароль с теневой, то есть вот здесь у меня x, это уже пароль с теневой. Теневые пароли мы можем посмотреть только с правами суперпользователя, поэтому я открываю уже через superuser.do, давайте не через v, а через cat точно так же, и посмотрю файл etc shadow. В нем у нас хранятся теневые пароли. Теневые пароли у нас хранятся в зашифрованном виде, поэтому мой пароль 1000 выглядит вот так вот странно здесь. Опять же, мы эти файлы уже разбирали, о них много говорить не будем. Я хотел только добавить сюда какой момент. Сейчас очень внимательно смотрите, за мной не повторяйте, а то придется вам потом все это откатывать. Значит, есть такой файл etc no login. Если вы его создаете, вот я сейчас его от имени суперпользователя создам, вот этот etc no login, то его наличие, просто этого наличия файла no login, не дает никому, кроме пользователя root, входить в систему. Это может вам пригодиться для какого-то быстрого решения каких-то срочных проблем, то есть вам нужно срочно поработать сервером, и у вас люди продолжают туда заходить, вы создаете этот файл, и больше никто войти не может с этого момента. Остальные сессии выкидываете. Но сейчас у нас Ubuntu и Ubuntu десктоповая. Как только я этот файл создам, я не смогу уже войти обратно как пользователь свой, Семаев, а из-под root по умолчанию в Ubuntu я зайти в принципе не могу. У меня, по-моему, даже на root здесь пароль не установлен. Но я вам просто это сейчас покажу, я потом откачу снимок обратно. Вот я файл создал этот, etc.no login, выхожу из системы, пытаюсь зайти обратно, и вот у меня сразу он пишет повтор, 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 я не могу выбрать пароль. Как гостевой сеанс я могу попробовать зайти, но у меня гость по умолчанию тоже должен быть выключен, и вообще никто не может теперь никуда войти. Если вдруг кто знает, как обойти эту ситуацию сейчас, вот я хочу войти, все-таки я админ, и знает, как это сделать, говорите, но, по-моему, это вот в данной ситуации сделать невозможно. Нужно, чтобы хотя бы у нас был доступ по SSH, и через SSH, может быть, получится что-то сделать. Мне сейчас придется откатить снимок состояния машины на тот момент, когда этот файл не был создан. Важная часть сегодняшнего занятия это разбор служб. Мы смотрим, какие у нас демоны запущены, и ненужные нам демоны отключаем. Причем в этой теме 110.2 у нас именно обращается внимание на сетевые службы. Для того, чтобы посмотреть на сетевые службы, мы с вами можем использовать команду nmap. nmap нужно установить для этого предварительного бунта, у нас его по умолчанию нет. И сказать nmap, чтобы он посмотрел на наш localhost. nmap смотрит и говорит, что у нас запущены две службы, два сетевых демона. По 631-му TCP порту у нас работает IPP, интернет-принтинг протокол. Мы об этом говорили. И я еще дополнительно поставил openSSH-сервер пакет, чтобы у нас был запущен демон SSH, который прослушивает порт 22-й. И если что, я могу по 22-му порту CCP подключиться к этой машине удаленно и поработать на ней. Значит, мы выяснили то, что у нас есть этот демон SSH. Для управления этим демоном в старой системе инициализации мы все равно можем пока еще к ней обращаться в Ubuntu, потому что у нас современная система инициализации систем D, она обратно совместима с классической CSV. Мы можем с вами перейти в папку etc.init.director и в ней посмотреть, какие у нас есть скрипты. В частности, вот у нас есть скрипт, который называется SSH. Я могу попробовать этот скрипт посмотреть. И вот это такой сложный скрипт. Нам суть его разбирать не нужно. Понятно мне только одно, что здесь есть суть управления этим скриптом. Как этим скриптом стартовать демон SSH. Как его останавливать, как его перезагружать и так далее. И таких вот скриптов у нас здесь очень много. Это классические скрипты у нас, которые позволяют работать с запущенными демонами. Мы можем с вами как останавливать демон SSH. Можем классическим способом CSV. Можем сказать etc.init.d.ssh, например, stop. И вот он у нас, окей, остановился. Сейчас у нас, начиная с Ubuntu 1504, используется систем D. И что хорошо, в Red Hat и в CENTUS тоже у нас используется систем D. Поэтому мне не нужно будет запускать вам сейчас еще и CENTUS. И показывать в нем, как это все делается. Так как у нас используется систем D, мы можем уже работать при помощи систем контрла. И мы можем сказать, во-первых, классическое, как мы всегда делали, судо. Сервис, например, SSH. Старт. Я его остановил предыдущей командой. Теперь я другим способом его запускаю. Могу делать это при помощи систем контрла. Как это и нужно делать, по идее, в нашей текущей системе инициализации. Нужно работать через систем контрла, потому что это как бы родное для него действие. Можем сказать, судо, систем контрла, например, статус SSH. И он нам показывает то, что вот, сервис работает, все в порядке. В прошлых системах инициализации до 1504 можно было бы поизвращаться с отключением служб. Нужно было запускать скрипт, но даже не скрипт, а команду, которая смотрела, на каких ран-левелах у нас запускается скрипт SSH, на каких ран-левелах у нас скрипт SSH останавливается. И удалять оттуда все упоминание о демоне SSH. То есть задача у нас стоит такая. Выключить ненужные сетевые службы. Если мы считаем, что SSH не нужен, в старых системах инициализации мы с вами начинаем забираться в файл etc.initab и в нем проводить эти действия. Причем в LPI до сих пор осталось упоминание об этом etc.initab, но я даже, наверное, не буду про него рассказывать. Мы о нем уже говорили. Мне для этого нужно будет ставить старую Ubuntu или старый CentOS, чтобы на нем показать. В современных Ubuntu и CentOS этого нет. В современных Ubuntu, например, если говорить и CentOS, мы можем использовать точно так же SystemControl и говорить ему SSH Disable. Сюда SSH Disable. Он делает, в принципе, то же самое. Он проверяет ран-левелы, он удаляет информацию о том, где у нас должен SSH запускаться и о том, где SSH должен останавливаться. После чего удаляет необходимые линки. И мы можем попробовать сейчас перезапустить нашу Ubuntu и посмотреть, запустится ли демон SSH. Сейчас проверим. Опять же, можно сказать, тем же самым статусом SSH. И вот он говорит то, что у нас loaded, но все равно enactive. Служба не запущена. В CentOS, еще раз подчеркну, мы делаем все то же самое. Раньше, когда у нас не было SystemD стилинализации, а был стилинализацией CSV, мы с вами могли точно так же через SuperUserDuel посмотреть файл etc.initab. У меня здесь его нет, я сейчас просто его тупо создам. В нем посмотреть run-level и потом, например, при помощи команды в CentOS, опять же, мы делали check-config, указывали какой-нибудь уровень запуска run-run-level, например, 5-й, level-5, и говорили SSH, только в CentOS он называется, как правило, SSH-D, SSH-Demon, SSH-D off. И таким образом мы выключали раньше. Сейчас мы можем точно так же там использовать SystemControl. Вообще, об инициализации мы с вами говорили очень давно, это была тема 101.3, я рекомендую вернуться ее пересмотреть. Вообще, нам также нужно еще, наверное, начать работать на Ubuntu на новой, на 16-й, но я решил уже курс до конца довести на 15-й Ubuntu. А потом, когда закончу, я просто под 16-ю Ubuntu перепишу те видео, которые изменились. Опять же, те начальные видео, которые у нас были больше, чем год назад, про инициализацию я перепишу на соответствие современной Ubuntu. А в сегодняшнем видео мы с вами разобрались с тем, что файл etc.no.login запрещает всем, кроме рута, вход в систему. Это может быть опасно, вы сами не сможете зайти. И второе, с чем мы разобрались, это мы находили службы сетевые, останавливали их, запускали их, смотрели их статус, самое главное, убирали их из автозапуска.